добрый день добрый день всем моим зрителям добрый день всем моим подписчикам добрый день всем кто даже случайно заглянул на мой канал это беларусь гомель сегодня у нас вот такая температура двадцать девять градусов парит смолит и больше ничего но не капает восемь раз я зашла домой 8 леек воды я вылила на свою грядочку 8 леечек девочки 8 леечек белье сохнет люди стирают хоть и нет горячей воды и во всех же наверное есть сушка в машине однако все сока сушат на улице очень жарко мне надо выйти я не знаю как мне выйти что мне на себя напялить как говорил владимир владимир что ты напялила с ними вот владимир владимир бы мне подсказал что мне на себя напялить что мне напялить на себя сергеевна мусор выбрасывать идет сергеевна сергеевна с 25 дома женщинка тополиный пух уже летает вам не передает камера тополиный пух летает тополиный пух за рай июль ленька холостячок зонка на даче он идет мусор выбрасывать сейчас сейчас не дай бог меня увидит будет трындеть витёк вышел и откуда он утек то и витёк а витёк вышел сразу сел на скамеечку делки вышли наперекур одни девки стоят смалят хлопцы молодцы хлопцы не смалят а девки смалят вышли наперекур я же имею право со своего окна снять все что хочу правда я так думаю что я имею право я же нахожусь на своей территории и все что происходит на улице всех прохожих я имею право снять я так думаю это мое мнение а то сейчас будут мне писать а он знает что вы его снимаете это преступление девочки вот я помню все все обидные слова кто мне писал ну конечно это все залетные я пишет залетные люди почему-то злые вот свой подписчик он не злой он к своему блогеру проявляет какой-то просто интерес пусть даже из любопытства пусть даже плохой но интерес он проявляет это все залетные пишут девочки пришла газетка друг пенсионера мы сейчас с вами быстренько ее просмотрим и мне нужно идти так чудесную маму милую бабушку очарованную прабабушку олейших галину петровну из деревни каменный барок березинского района минской области поздравляют с восьмидесятилетием вот этой вот женщинке восемьдесят лет ее поздравляют с восьмидесятилетием правда хорошо женщинка сохранилась 80 лет пухленькая вся я считаю что полный человек лучше сохраняется к старости чем худой худой обвисает вообще и кожа и на лице и на теле а полный он и даже если и восемьдесят лет он будет полный он как-то лучше лучше сохраняется вот хоть вы со мной спорте а хоть не спорте а сало и булки надо есть так знакомство женщины знакомства мужчины что-то их сегодня всех тут дохрена девочки мальчики кого читаем мушки черные перед глазами бегают мужчинки проживаю витебской области один вдовец хочу встретить свою половинку в возрасте шестьдесят три шестьдесят семь лет приятной внешности неполную 65-73 килограмма вот зачем мужчине вес женщины умеющую готовить семьдесят четыре года имею благоустроенную квартиру авто ни от кого независим главное в женщине хороший характер отсутствие вредных привычек понимание и любовь вот это ведь ведь и пчанин хочет себе женщину неполную в возрасте шестьдесят три шестьдесят семь лет 65-73 килограмма худенькую хочет худобинку самого и машина и квартира есть витебский центр витебска так второй мужчина семьдесят восемь лет сто шестьдесят семь рост ой ну да сто шестьдесят семь рост семьдесят килограмм вдовец для серьезных отношений познакомлюсь с простой доброй порядочной женщиной возраст в пределах разумного отзовись кто тоже одинок переезд мне предлагать проживаю в сельской местности хочу быстрой встречи могилевская область ну это ясно в сельской местности жена умерла хочу быстрой встречи переезд мне предлагать то есть человека частный дом пятнадцать курочек три собаки два кота как мне это все постыло минчанин шестьдесят шесть лет сто семьдесят рост шестьдесят восемь килограмм познакомлюсь со свободной женщиной до пятидесяти лет среднего или худощавого телосложения ростом не ниже сто шестьдесят восемь сантиметров православной цель общения создание семьи вот такие требования минчанин сам худой мой возраст хочет женщину до пятидесяти лет ему шестьдесят шесть а он хочет до пятидесяти то есть сорок восемь сорок девять лет это он хочет на восемь лет младше себя не дурачок правда не дурачок не глупый мужчинка дай-ка младше себе женщину на шесть семь лет ого-го-го Виктор шестьдесят три года сто шестьдесят пять рост проживаю в двухкомнатной квартире это уже интересно имею дачу это уже не интересно в десяти километрах от города десять километров от города это уж совсем рядом рукой подать не курю и спиртным не злоупотребляю для создания семьи хочу познакомиться с женщиной шестьдесят три шестьдесят пять лет из Могилевской области ношу очки точка о мужчина молодец даже написал ношу очки витек шестьдесят три года и откуда ж ты утек и квартиру имеешь и дачу из Могилевской области далековато да и Могилевская область она как-то плохо развита наверное мне так кажется и поэтому наверное такой вот типа уголок такой вот отдаленный от цивилизации мне так почему-то кажется так женщины шестьдесят пять лет сто шестьдесят четыре рост приятной внешности надежная интеллигентная порядочная заботливая познакомлюсь до серьезных отношений с честным порядочным искренним надежным любящим безжелезно-материальных проблем щедрым откровенным и умелыми руками и добрым сердцем мужчиной ни хрена себе столько качества она хочет получить от одного человека второй вдова независимо шестьдесят девять лет сто шестьдесят восемь рост шестьдесят восемьдесят пять килограмм познакомлюсь для создания семьи с интеллигентным мужчиной от шестидесяти от шести девяти лет и старше из города Бреста и области материальное положение значения не имеет жить в печали и радости друг для друга во взаимопонимании город Брест бабы замуж хотят не то что вы тут у меня сидите отговариваете уже два объявления для совместной жизни могилевчанка шестьдесят два года сто пятьдесят восемь рост семьдесят восемь килограмм вдова сто пятьдесят восемь рост это ниже меня и семьдесят восемь килограмм но это такая нормальная познакомлюсь для серьезных отношений с одинокой порядочным мужчином добрым на которого можно положиться только не только не военным не пьющим и не судимым хоть одна написала не военным ищу хозяина в дом шестьдесят три шестьдесят семь лет можно из деревни дети живут отдельно дом участок сад газовое топление одной все же не по селам одной все же не по селам черные точки бегают не могу прочитать вдвоем веселее порядочная добрая хозяйственная аккуратная ругаться не люблю с города Борисова свободная порядочная доброжелательная приятная внешности пятьдесят четыре год сто шестьдесят четыре рост семьдесят пять килограмм познакомлю с одиноким мужчинам ответственным от шестидесяти пяти лет желательно из гомеля при взаимопонимании готова к серьезным отношениям кто ж такая свободная порядочная доброжелательная пятьдесят четыре года с одиноким мужчинам из гомеля да ждет тебя как и меня все города и страны и все с дачами так и хочется ей позвонить и сказать жди надейся и жди гомельчанка второе объявление семьдесят лет сто шестьдесят два рост шестьдесят два килограмма худенькая без жилищных и материальных проблем познакомлюсь с мужчиной шестьдесят шестьдесят пять тире семьдесят лет ростом сто семьдесят сантиметров без проблем спокойным с чувством юмора для серьезных отношений ради любопытства не звонить любители алкогольных напитков и с лишним весом не мое хоть одна написала с лишним весом не мое иногородний навстречу приезжает сам вот так вот это баба вот это гомельчанка молодец отчих хвостила всех толстым не звонить иногородние приезжают сами вот это я понимаю вот это человек последнее объявление ольга шестьдесят девять лет доброжелательная скромная душевная желаю познакомиться с порядочным мужчинам с добрым сердцем откуда она непонятно так что вот так девчонки разная графа разная женщина пенсионерка работала социальным работником окажу помощь престарелым инвалидам в городе бобруйске желательно в районе ну здесь район она назначила пять шесть семь микрорайоны пенсионерка безвредных привычек ответственная трудолюбивая ищу работу по уходу за больным лежачим или окажу помощь пожилому человеку выполню работу по дому приготовление еды уборка стирка можно с проживанием еще единомышленников живу в пригороде минска есть козы нужна помощь по хозяйству на лето могу предоставить землю и для посадки из минска ходит городской автобус анна николаевна зачем ты держишь этих коз порядочно и аккуратно пенсионерка шестьдесят лет ищу работу сиделки в городе борисово с проживанием минчанин шестьдесят четыре года инвалид третьей группы ищу работу сторожа вахтера по-моему с третьей группы и не возьмут ни сторожа ни вахтера сейчас сторожа и вахтеры все крепкие здоровые такие сильные молодые пацаны пятнадцатого июня двадцать третьего года состоялась встреча выпускников ну это неинтересно вот такое вот девочки объявление меняю продам квартиры куплю организация рабочего времени компенсация за виноватых с ДТП пальцы не слюнить потому что это типография а в типографии находится цинк оно вредно для здоровья насморк почему течет из носа статья но она очень большая о девочки гороскопы вы верите в гороскопы давайте почитаем давайте про овнов почитаем овны это на следующую неделю все будет получаться легко удача улыбнется если вы перенесете свои планы на последнюю декаду июня как-то неинтересно для овнов тельцы самое время разобраться со старыми делами и обещаниями во второй половине дня могут увеличиться бытовые расходы близнецы в этом месяце вам необходимо поработать над ошибками прошлого друзья и родственники остро нуждаются в вашем внимании раки прежде чем принять решение несколько раз все взвесьте будьте аккуратными и осмотрительными в каждом мелочи новые знакомства июня обещают быть для вас полезные в будущем львы сейчас самое время приступать к написанию нового сценария своей жизни большую роль в этом сыграют друзья дева проявите пристальное внимание к проблемам своего дома и семейного очага важно не нарушать связи со своими традициями не ссориться с родителями это моя Ирина дева весы возможно не независящие от вас препятствия рассчитывайте на помощь родственников и знакомых внимательно отнеситесь к пожилым членам семьи скорпион скорпион это моя Наталья нежелательно начинать новые дела накапливайте силы и средства и не пытайтесь силой взять на себя ход событий стрельцы у вас получится быстро анализировать происходящее и сходу оценивать ситуацию семейным проблемам отнеситесь предельно внимательно козероге не рекомендуется принимать важное решение и что-то коренным образом менять свои жизни также это неблагоприятное время для крупных приобретений и капиталовложений даже в ремонт квартиры водолей время когда предстоят эмоции подчинять разуму при конфликтах не ленитесь разложить все факторы по полочкам и рыбы любое небрежное брошенное слово или фраза могут стать причиной ссоры и конфликта поэтому постарайтесь контролировать свои слова и мысли чтобы отношение с окружающими не ухудшилось вот так девочки кто себя узнал в гороскопе а здесь здесь гороскоп неинтересный ой все девчонки все девчонки надо мне выдвигаться надо мне выдвигаться кое-куда потом вам расскажу и покажу все мои хорошие всего вам хорошего на этом пока этот роличек я заканчиваю ссор наверное вот как м Продолжение следует...